Погода сегодня никак не располагает к купанию. Дожди, грозы, ветер. Всё то же самое будет и завтра. Так что молодые люди, которые так старались, чистили берега Казанских озёр, немного разочарованы. Пока их рвение оценить некому, кроме наших корреспондентов. Я ничего необычного не хотел. Озеро Изумрудное на один день превратилось в место для охоты. Только добыча дайверов не рыбы и раки, а мусор. На войну с хламом ныряльщики шли буквально с голыми руками. Единственное, что прихватили на глубину, полиэтиленовые пакеты. Важно, чтобы водоёмы были чистые, подготовить его к пляжному сезону. Здесь будут купаться дети. Важна безопасность, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, чтобы водоём был чистый. Сокровищ с помойки на дне Изумрудного нашли немало. Огромные коряги, грязные пакеты, а числу пивных бутылок позавидуют любой пункт приёма стеклотары. У нас прекрасные озёра, у нас прекрасные леса, у нас прекрасная природа в республике. И мы бы хотели, чтобы люди это научились ценить и научились это уважать и оберегать. Навели порядок и на берегу. Одно из самых популярных мест отдыха казанцев после бурных возлияния отпускников частенько напоминает свалку. Альбина Ганеева живёт в посёлке неподалёку. Место это любит и к тому, что после себя всё должно быть чисто, приучает и детей. Я сегодня собрала много мусора, чтобы тут можно было купаться и было чисто. С дна изумрудного достали почти полтонны мусора, но дайверы сюда ещё обязательно вернутся. И надеются, что в следующем году их встретит только изумрудная зелень, а не блеск бутылок из-под пива. Ольга Дегтяренко, Наталья Колешкина, Айрат Мухамедзянов, Вести, Татарстан. Редактор субтитров А.Сёмкин